добрый день андрей андреевич подскажите пожалуйста как избавиться от лимфатического отека на животе лимфатическая система она вот каким образом устроена эзотерическое объяснение в нашем организме есть красные кровяные тельца это эритроциты их делает костный мозг то есть наши наша кровь она фактически формируется в костном теле или в костном мозге и к ритроцитам крепится потом кислород это становится гемоглобином есть желтые желтая жидкость тибет тибетская медицина говорит что желтая жидкость она борется с борется с микробами и борется это является нашим иммунитетом и также является тем а чем она питается она питается белками считается что кровь питается не питается вернее она просто создается а лимфатическая система она питается она питается белками и вот случай если где-либо появляется большое количество отека лимфатического это говорит о том что в этом месте находится большое количество белков а кто такие белки все патогенные вся абсолютно патогенная микрофлора вся абсолютно микробы вирусы грибки это все белок или это все белки они патогенные а также наши иммуноглобулины это клетки которые борются с такими патогенными микробами это тоже белки получается одни белки реактивные сражается с другими белками вредными так вот считается что если человек имеет отек где-либо то этому человеку необходимо один день или два или даже три дня голодать для чего голодать такому человеку голодать на воде таким образом все формируется и все правильно работает не стоит этого бояться но ваша лимфа с вашими она становится голодной и когда она становится голодной то вместо того чтобы потреблять то что вы ей даете она будет потреблять патогенные белки которые находятся в том месте где есть отек именно поэтому я часто советую в случае если у человека есть лимфатический отек есть переизбыток лимфы обязательно голодайте голод должен быть трехдневный первый второй третий день но здесь такая рекомендация когда вы выходите из голода то ешьте как я я беру чай добавляя в него небольшое количество молока и без сахара или очень очень деле сладкий ем при этом небольшой кусочек хлеба можно белого можно черного с небольшим количеством сливочного масла съедают три куска на протяжении дня и три стакана чая а уже на следующий день ем что захочу вот так выходите не нужно по-другому потому что очень часто люди после трехдневного голода срывают себе пищеварение и делают не лучше в итоге хуже поэтому выходите правильно считайте что это не трехдневный голод а четырехдневный